Это видео я хотел записать ещё вчера, но не было уже сил. Вчера было 16 видео записано. Абсолютный рекорд. С ноября 2021 года я не записывал за один день столько видео. Сегодня тоже будет очередной рекорд, но уже чуть поменьше. Поздно начал сегодня в 5 вечера. А так уходит 6-7 часов на то, чтобы записать вам хорошие видео. Идёт работа с текстами, с датами. Я же не просто говорящая голова, которая пересказывает сюжет. Мне ещё надо посмотреть, в какой год родились, какой день родились, на какой год придётся день рождения, что это значит. Потому что мы эти все данные с вами изучаем на моём YouTube-канале для того, чтобы знать точно, когда попадает человек в неприятность, какой период у него наступает, чтобы нам не попасть в неприятности даже по нашим скромным делам обыденным. Вот в чём смысл всех моих видео. Итак, 8 октября, в тот самый вторник, когда Тамбиеву 16 лет строгача дали, там ещё сейчас вы услышите про одного фигуранта, тоже своё получил в этот волшебный день. Значит, вторник, любимый день прокуроров, судей, значит, обвинения, арестов, прекрасный день, вторник. День Ариса Марса, бога войны, разрушения конфликтов, завоеваний, достижений и побед. Украина отмечала День юриста в этот вторник, 8 октября. Вы будете смеяться. Но именно во вторник, 16 сентября 1997 года, этот профессиональный праздник установил второй президент Украины, Леонид Кучма, который тоже родился во вторник. О, какие совпадения! Представьте себе, во вторник он учредил День юриста Украины. Естественно, он понятия не имеет, я думаю, до сих пор, что такое вторник, в честь какого святого этот день посвящён Иоанна Крестителя, троюродного брата Христа в оплоти по материнской линии, последнего пророка Божия. Но это-то он знает. Цвет алый и красный, вторник, Арис Марс. Языческий бог войны, разрушения конфликтов, завоеваний, достижений и побед в Риме и Греции. Цвет крови. Незаконно арестованный, задержанный, арестованный, помещённый в темницу, удерживаемый там без суда и следствия. И в итоге казнённой усечена его была глава святого пророка Божия Иоанна Крестителя, проповедника покаяния, который спасал кающихся. И вот в этот день, рождённый в этот день президент установил День юриста Украины. Ну вот и всё, что вам надо знать о юристах Украины. Они будут всегда под домокловым мечом власти, силовых структур, политиков. У них будут запретные темы. Куда нельзя, туда ходи, сюда не ходи. Этих спасай, этих не спасай, этих сажай, этих не сажай. И так далее и тому подобное. Поэтому всё очень грустно, очень тяжело на Украине. И то, что в этом году выпал день, значит, основания этого праздника, тоже на вторник. Тоже есть над чем подумать. В общем, вот такая трагическая история у юристов Украины. Я вообще, честно говоря, в шоке сам. Потому что никогда не думал, что додумается человек, рождённый сам во вторник. Поэтому он был кучма жестокий, властный, жадный. Держался за власть до конца. Значит, скандал с Гангадзе, с журналистом. Ну, попирание закона, попирание всех норм, правил. Значит, и это, конечно, на глазах всех. Кучма-геть, мы это всё помним. В общем, тихий ужас. Значит, и то, что юристы, понимаете, вот если бы это был день прокурора во вторник, да, прокуроров Украины, я бы ещё понял, или судей, хотя покровители судей – это солнце. Адвокаты Юпитер, судьи – солнце, прокуроры – вторник. Это знают все. Прокуроры-палачи – это вторник. Это не синонимы, это через запятую, чтобы не обижались прокуроры. Прокуроров обижать нельзя, мы всё прекрасно понимаем. Вот. Хотя я с ними общался, контактировал, у меня были свои дела. Меня все всё понимали прекрасно. В этом году день юриста, значит, когда этот праздник был основан, 16 сентября, этот день в этом году выпал на поднедельник. Не сам день, 8 октября, это вторник, я уже сказал, а вот когда его Кучма подписал, Леонид. Поэтому на 16 сентября выпал понедельник в этом году. А это стрессы, слёзы, депрессии, страх, выезд за границу, преследование юристов, справедливых, честных на Украине и так далее. То есть даже эта дата выпала на плохой период. А в следующем году, день, когда праздник был учреждён указом Леонида Кучмы, выпадет на вторник. Вообще жесть будет. Так что сочувствую всем юристам Украины. Тяжело вам там. Военное положение, во-первых, вас призывают, тоже отлавливают, как и всех других. Как таксистов, священников, водителей скорой помощи, медбратьев, да всех подряд. Так и вам достанется. И под прессингом вторника вам жить целый год. Потом у вас среда. Тоже там откупаться будете, выкручиваться, как можете. Но там уже полегче будет. А вот этот год вам предстоит на Украине юристам. Под домокловым мечом. Рядом палач с одной стороны, другой прокурор. Что не так? Сразу по рукам, по голове. И репрессии. Вот такой вам прогноз от меня лично. Юристы Украины. Так вам выпало свыше. Об этом мое видео. Ставьте, пожалуйста, лайки. Комментируйте. Распространяйте это видео. Всем полезное. Жду на приеме, жду доната. Идем дальше. Субтитры подогнал «Симон»